Сегодня приготовим пармезану. Это итальянское блюдо на основе баклажан, томатного соуса и сыра. Вам нужно взять баклажаны и предварительно их подготовить. Отрезаем хвостик и нарезаем на тонкие слайсы. Толщина примерно 2-3 миллиметра нам подойдет. Если у вас молодые баклажаны как у меня, то их никак обрабатывать дополнительно не нужно. Я просто чуть-чуть солю их. Если ваши баклажаны крупные, то их лучше замочить в подсоленной воде, так из них выйдет лишняя горечь. Минут 5-10 будет достаточно. Теперь в три отдельные емкости нам нужно насыпать муку пшеничную. Панировочные сухари у меня называются панка, они довольно крупные, у вас могут быть помельче. И яйцо куриное. Яйцо мы взбиваем вилочкой, чтобы получить однородную такую примерную эмульсию. Теперь мы будем поступать следующим образом. Берем один слайс баклажана, обваливаем сначала в муке, затем в яйце и потом уже окунаем в панировочные сахари. Обваливаем с двух сторон. Разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. Теперь будем обжаривать на высоком огне баклажаны с двух сторон. У них должна будет получаться такая красивая золотистая корочка. Обжаренные баклажаны мы выкладываем на бумажную салфетку, так чтобы стекло лишнее масло. И продолжаем обжаривать далее. Теперь нам нужно взять форму для выпечки, которую мы можем ставить в духовку. Я беру стеклянную и наливаю туда небольшое количество протертых томатов. Это могут быть просто измельченные томаты или пассата. Теперь мы будем по типу лазаньи чередовать и укладывать слои. Сначала значит у нас томатный слой, затем выкладываем баклажаны. Добавляем листики базилика, у меня свежие, но также можно взять просто в виде специи. Добавляем кружочки моцареллы и натираем пармезан. Теперь повторяем процедуру. Сначала протертые томаты, затем укладываем слой баклажан, но уже меняем направленность. Добавляем листочки базилика. Теперь черед сыра. Добавляем моцареллу и пармезан. Итак, укладываем слой за слоем, пока у вас не закончатся все ингредиенты или место в форме. Отправляем в разогретую духовку запекаться. За 5-10 минут до окончания мы добавим еще один слой сыра. Я беру кружочки моцареллы, затем слой сыра, который очень хорошо тянется. Это может быть грюйер, гауде, чечил и пармезан. Отправляем еще минут на 5. Пока пармезана наша горячая, нарезаем. Она очень сочная и очень ароматно пахнет. Выкладываем на тарелку и незамедлительно подаем. Посмотрите, какая она аппетитная и очень вкусная. Кстати, до недавнего времени я ужасно не любила баклажаны, но это блюдо прям вот в самое сердце. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...